В Украине на фоне резкого роста цен на продукты питания поговаривают о введении системы целевой поддержки малообеспеченных граждан, такой как продовольственные талоны или, как их чаще называют в бывшем Советском Союзе, продовольственные карточки. Тем не менее, речь идет о программе, аналогичной той, что функционирует в США, а не о талонах на питание в советское время. В Штатах выдача денег на продукты проводится на пластиковую карточку. На территории нашей страны программа может осуществляться с помощью карты ЕПИТ РЫМКО. По словам Олега Устенко, экономического советника Владимира Зеленского, подобная инициатива прорабатывается в администрации президента. По мнению экспертов, продуктовые купоны – это реальная альтернатива госрегулированию цен. Возможность продуктовых купонов обсуждается в том числе и потому, что адресная помощь нуждающимся всегда более результативна, чем общее регулирование. При точечном вмешательстве государства в рынок и бизнес, и бюджет терпит меньшие убытки. При этом он уточнил, что подобные меры должны приниматься только в случае острой надобности. Бывший ИО министра экономики Павел Кухта не исключил, что из-за повышения цены на газ более чем в 6 раз на протяжении года продуктовые талоны могут быть введены в 2022 году. Как отметил Кухта, экономисты Украины уже давно дискутируют об этой идее. И 2022 год – подходящий момент, чтобы приступить к работе. Представители Центра экономической стратегии также считают, что правительство должно действовать. При этом они предлагают другие способы снижения цен на продукты питания, начиная с введения налоговых льгот и заканчивая повышением социальных выплат. Данная система напоминает программу 1000 гривен за вакцинацию. Потратить эти средства можно только на определенный перечень товаров и услуг, например, билеты, книги, спорт и так далее. Реализуется такой механизм с помощью специальных кодов торговых точек. С их помощью определяется, что продается в магазине – продукты, книги, товары для дома и так далее. Правда, в случае с продуктовыми талонами возникает сложность, ведь супермаркеты продают не только продовольственные товары. Следовательно, украинским властям предстоит дорабатывать систему ЕПИТ рынково избежание махинаций. В настоящее время в Украине применяются более привычные механизмы управления ценами на социально значимые продукты. Речь идет о регулировании торговых надбавок, а также о скидках на газ для производителей. По сообщениям, продовольственного кризиса в Украине пока не прогнозируется, но ряд продуктов может стать недосягаемым для отдельных категорий граждан. Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пинзин считает, что может сложиться ситуация, когда прилавки будут полны товаров, но некоторые категории социально незащищенных украинцев, такие как пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, не смогут позволить себе их купить из-за денежных проблем.